Привет, друг! Про сканер Kinect 2 ты уже знаешь. Если нет, ссылка будет в описании. Окей, как ты знаешь, Kinect может захватывать движение с помощью встроенной глубины. Понятно, что все это домашние условия, и результата уровня кино здесь конечно же не получится. По крайней мере, с одним устройством. Я просто расскажу принцип и возможности этого устройства. Существует несколько программ по этому поводу. Kinect Studio, который идет со скачанными файлами. Delicode NE и IPsoft. Delicode NE меня абсолютно не впечатлил. Сама технология работает с учетом плавности несколько предыдущих и следующих кадров, что выглядит очень ужасно. Анимация получается заторможенная и затупочная. Не знаю, кому это может понадобиться. Я понимаю разработчиков. Kinect несовершенная технология. По крайней мере в одном экземпляре. Если рука уходит за тело, то начинается вакханалия. И такой способ как раз сглаживает эти моменты. Но они нужны только в такие моменты, а не целиком. Вот так. Поэтому даже не советую. IPsoft в этой части мы рассматривать не будем. Он подходит для контакта с двумя Kinect. Как раз то, что другие программы делать не могут. Поэтому запускаем Kinect Studio. И что мы тут делаем? Нам необходимо подключить Kinect с помощью этой кнопки. И процесс пошел. Захват движений происходит моментально. Ну и естественно с погрешностями. Программа не знает, что у тебя находится сзади, а поэтому будет сбиваться. Можно поставить два Kinect. Есть второй, но нету переходника. Я хочу открыть донат и заказать переходник для третьей части урока. А при таких возможностях трекинг становится куда круче и я про него расскажу. Ну и как раз это происходит в программе IPsoft. Это не обязательно, но ссылку оставлю в описании. Мы имеем настройки просмотра для удобства. Никаким образом на процесс этого действия не влияет. Сбоку я включил видео с цветом, чтобы ты понимал суть. Сам Kinect не имеет экспорта, поэтому нам понадобится специальная программка для этого. Саму прогу я оставлю с ссылкой в телеге. Включим ее. Процесс записи происходит там же. Мы заранее определяем экспорт, но обязательно в пути, который ты выберешь, не должно быть русских символов. Здесь же ты выбираешь конкретный формат, который тебе нужен. Жмем старт и стоп, когда анимация закончилась. Как мы поняли в процессе, слишком худые девушки не подходят для трекинга такого формата. Некоторые части тела программа просто отвергает, поэтому получилась откровенная дичь. Ну и я записал свои движения, но результат конечно все равно оставляет желать лучшего. Без двух Kinect здесь явно не обойтись, по крайней мере для качественных проектов без дерганий и тряски. Еще я просек фишку, что пол должен быть матовый или без отражений, потому что он ловит еще и их, как продолжение себя. Когда ты выходишь вперед, например, руками, все сразу летит и это конечно сильно печалит, поэтому буду делать как можно меньше таких движений. Окей. После того, как мы получили анимацию в файле pbx, далее выступают мастера анимации и знатоки Motion Builder. Здесь же ты можешь сгладить все ключи и произвести все манипуляции по чистке. С помощью одного Kinect ты можешь сделать только шаблон. И то непонятно какой, если честно. Все позиционирование ты можешь отработать здесь же. Инопланетянский интерфейс Autodesk чувствуется сразу, поэтому покопаться здесь придется. Но это дело привычки, ты можешь выделить все кости и применить фильтр Smooth. Выделив начало и конец все анимации, подходит. Здесь же присутствуют шаблоны персонажей для поднастройки под кости. Я думаю, что стоит сделать обзор на эту программу для быстрого внедрения в курс дела, а пока это работает как-то так. Кстати, если ты видел эти классные видосики, где все супер плавно движется идеально синхронизировано, то эти анимации прошли нехреновую обработку и детализацию для того, чтобы вам их показать. Да, если вам будет интересно и соберется небольшой донат на переходник, я тут же его заказываю и начнутся настоящие эксперименты. Подписывайся!